Охота за уклонистами от армии отменяется, а длительные розыски заканчиваются. Об этом на встрече с журналистами рассказал сегодня военный комиссар Чуваши Александр Макрушин. Он подвел итоги весеннего призыва и сообщил об особенностях осеннего. Ольга Григорьева продолжит тему. Планы по весеннему призыву выполнены полностью, рапортуют военном комиссариате Чуваши. Из вызванных в специальной комиссии явились почти все, это более 6 тысяч человек. Выполнять свой долг перед родиной отправились чуть свыше 2 тысяч. Остальные получили отсрочку, были признаны негодными к службе, в Чувашии это почти каждый третий подлежащий призыву, или попросту откосили от армии. Уклонилась у нас от службы 78 человек. Еще хочу отметить, что все-таки у нас в длительном розыске находится 3308 человек. Это достаточно много. По данным военного комиссара, большинство уклонистов, как правило, в Чебоксарах. Осенью республика должна отправить в армию немногим больше 1340 призывников. Но играть в поймай уклониста военные комиссариаты больше не будут. Охота отменяется, благодаря принятым изменениям в соответствующий закон, направленный на повышение привлекательности военной службы. Раньше и служившие, и не служившие получали в комиссариате военные билеты. Последние приходили за ними обычно в 27 лет, когда призвать на год было уже нельзя. Как правило, они получали билет, где в графе прохождения службы записи не значилось. Теперь будет по-другому. 27 лет ему исполнилось. Они приходят, получают. Мы все варианты их, их неувидения, почему они не пошли служить, выслушиваем. И выносим такое постановление, что не имея законных оснований, он не служил. И делаем запись в военном билете. Словом, соответствующая надпись в военном билете, как следствие подмоченной репутации, вряд ли кому на руку. Всерьез считают в военном комиссариате. Более того, отныне для уклонистов закрыты двери на государственную и муниципальную службу. В свете изменений в Чувашии появились служащие, готовые вступить в солдатский строй. Но опоздавшие поправки уже в действии. А вот для тех, кто добровольно исполнил конституционную обязанность, законодатели предусмотрели льготы. Если отслужившие захотят поступить на госслужбу, то их кандидатуру будут рассматривать в первую очередь. А поступать в вузы они смогут на льготных условиях. Первый шаг к тому, чтобы полностью искоренить вот эту систему длительного розыска и так далее. Что все-таки призывники должны понять, что бегать это невыгодно. Еще одно новшество осеннего призыва – отсрочка для обучающихся в духовных образовательных учреждениях. А вот иностранцы, получившие российское гражданство, пусть и отслужившие, будут призываться теперь уже в российскую армию. Ольга Григорьева, Евгений Анисимов, Республика.